Это город Левиттаун, в штате Пенсилвания. В своем роде это город уникум. Когда он будет закончен, он будет насчитывать 60 тысяч жителей, 16 тысяч жилых домов, около дюжины школ. В нем будут церкви, торговые районы и коммунальные центры, которые, вероятно, потребовали бы 100 лет планировки, постройки и финансирования в уже существующих городах. Население этого образцового города состоит из людей самых различных профессий и социальных положений. Но все они имеют одно общее, сбывшуюся мечту. Подобно миллионам американцев, они мечтали о собственном доме в дачном пригороде, о зеленой траве, о свежем воздухе, о месте, где их дети могли бы играть в безопасности. О месте, где семья могла бы жить, расти, увеличивать свое благозостояние и чувствовать, что она член города, населенного семьями, разделяющими ее вкусы и надежды. Мечта превратилась в план. Этот план включил в себя самые современные школы, по возможности в нескольких минутах ходьбы от данного района города, размещенные таким образом, чтобы детям не приходилось переходить улиц сквозного движения по пути из дома в школу. Сколько маленьких жизней было спасено одним розчерком Ресфедера на чертежной доске. Этот же план предвидит постройку не одного большого разбросанного города, а целой группы городков в районах. Американцы известны своей гражданской гордостью в отношении своих районов. В этом отношении они сохранили психологию жителей маленьких городов. Левит Таун принял во внимание эту их особенность и постарался удовлетворить ее. В среднем каждый район будет состоять из 300 домов и будет отделен от соседних районов широкими озелененными шоссейными дорогами. Здесь, в почти сельской тишине, человек может заниматься садоводством или просто сидеть в тени и беседовать со своими друзьями и соседями. Большое специальное внимание обращено на поддержание лужаек, кустов и деревьев в образцовом порядке. Это не только делает каждый дом, улицу, район и весь город красивыми, но и увеличивает ценность имуществ. Каждый дом, независимо от его цены, имеет лужайку и по крайней мере 50 зеленых саженцев кустов и деревьев. А что насчет детей? Для них в Левит Тауне отведены дюжины игральных и спортивных площадок. Созданы прекрасные здоровые условия для подрастающего поколения, без всякой дополнительной платы со стороны родителей. Не надо также забывать купальных бассейнов, достаточных размеров для олимпийских состязаний, всегда открытых для жителей города и их гостей. Несколько таких роскошных водоспортивных центров уже сданы в эксплуатацию, другие еще на чертежных досках. Что может сравниться с купальным бассейном для молодежи? Кроме купания, жители города будут иметь возможность ловить рыбу и заниматься грибным спортом. Скоро здесь будет большое озеро, созданное человеческими руками. Тут же находятся открытые жаровни для тех, кто любит сами приготовлять пищу во время пикников. Не забыты также и серьезные культурные интересы. Когда постройка города будет закончена, его строители, лебедь с сыновьями, передадут это большое здание в пользование жителей города. Дайте людям возможность, и они откроют в себе неожиданные таланты. Для спектаклей на обширной сцене этого здания или для других проявлений самодеятельности в двух больших залах. Строители города создают физические условия. Все, что требуется от граждан, это талант и воображение. Бесплатная земля отводится для церквей. Некоторые из них уже имеют специальные автобусные линии по воскресеньям для своих прихожан. Многочистенные доктора и донтисты уже поселились в Левиттауне. Много специалистов по детским болезням, и неудивительно. Подсчитано, что через три года Левиттаун будет насчитывать свыше 20 тысяч детей. Эта статистика очень нравится продавцу мороженого. Для многих людей жизнь в этом удивительном городе сбывшаяся мечта. Это сбывшаяся мечта не только для людей, которые решили поселиться здесь, но и для строителей этого города, чье имя он носит. Из всех крупнейших и наиболее известных домостроителей Америки семья Левитт специализировалась на постройке полностью планированных населенных пунктов, состоящих из недорогих домов. Чтобы выполнить эту задачу, строители полностью проектируют каждый город до начала постройки, начиная с водоснабжения и кончая последним кустом. Таким образом, они строят удобные поселения, доступные семьям служащих с ограниченным доходом. Надо было найти подходящее место для нового города, и оно было найдено. Уезд Бакс в штате Пенсильвания – один из живописнейших и исторических интересных районов Атлантического побережья Америки. Это богатая, плодородная, холмистая местность между городами Филадельфии и Трентоном, а также вблизи крупных промышленных центров долины реки Делавара. Люди, живущие здесь, должны ездить на работу в Филадельфию или Трентон. И для этого надо было, чтобы Пенсильванская железная дорога построила бы специальную станцию в Левиттауне. Такая станция была построена, и сейчас свыше 20 специальных поездов уходят ежедневно в Филадельфию и Трентон. 40 минут, и вы в центре Филадельфии. Как раз достаточно времени, чтобы прочесть утренние газеты. Быстрое и удобное сообщение для работников Левиттауна, 60% которых работают в Филадельфии. Надо было, чтобы большие фирмы и профессиональные специалисты вложили миллионы долларов в огромный коммерческий центр Левиттауна. Они это сделали. Сейчас мы видим пищевые магазины, аптеки, банки, универмаги, салоны красоты, все, что надо иметь в центральном торговом районе. Обычная для Америки задача, где оставить автомобиль, разрешена здесь. Вокруг торгового центра приготовлено место для 6000 машин. И этот торговый район находится в 15 минутах езды от самого одаренного дома в Левиттауне. Вы видели, как мечта была превращена в жизнь. Вы видели, как живут люди в Левиттауне, в уезде Бакс, штата Пенсильвания. В этих домах семьи со скромным доходом живут счастливой и здоровой жизнью. Сейчас, благодаря пятидневной рабочей неделе, более короткому рабочему дню и более продолжительным вакациям, у среднего американца больше времени для отдыха и для проведения у себя дома. Поэтому эти дома спроектированы не только для удобной жизни, но и для отдыха. В них достаточно места, чтобы принимать гостей и воспитывать детей без нервной напряженности, вызываемой скучностью больших городов. Несколько тысяч домов все еще должны быть построены. И когда город Левиттан будет полностью достроен, его ценность достигнет суммой в четверть биллиона долларов. Почти столько же, сколько стоило достроить Панамский канал. Только строители с воображением могли взяться за такое дело. Семья Левитт считает, что она делает хорошее дело, давая людям с ограниченным заработком возможность жить в условиях дачной жизни в красивом современном городе. Возможность, которую они не могли бы получить на свои средства в каком-либо другом месте. Массовое производство и хорошая планировка сыграли большую роль в успехе этого предприятия. Но одна материальная планировка была недостаточна. На постройку каждого дома пошел новый строительный материал. Психология. 25-летний опыт семьи Левитт в деле постройки жилых домов для широкого населения научил их тому, что средний гражданин хочет и должен иметь. Левиттаун – город, отвечающий нуждам современного американца. Город, где интересы жителей были поставлены на первое место. Итак, вы видели Левиттаун в штате Пенсильвании. Вы видели город-чудо, но чудо, которое станет повседневным в завтрашней Америке. Субтитры создавал DimaTorzok